Сегодняшний выпуск не студийный, а outdoor, так сказать. Вы на Гонзо смотрите во имя Кевина Смита и я, Анастасия Меденцева. В этой серии не будет анонсов или премьер таймов, не будет походов в кино. Сегодня здесь будет два олдскульных и крутых фильма. О которых я хочу кому-то напомнить, а кому-то рассказать. Оба фильма снял небезызвестный Алексей Балабанов. В обоих фильмах в главных ролях Сергей Бодров и Виктор Сухоруков. Я думаю, вы уже догадались, о чем я веду речь. Конечно, это фильмы «Брат» и «Брат 2». Кстати, спойлер-алерт. Итак, «Брат 1». Сюжет вкратце. С его 97-го года юный, неокрепший и еще не отгулявший дембель Данила Багров, привлеченный звуками музыки, влезает на съемочную площадку клипа, откуда его пытаются выгнать. Данила хоть и отсиделся в штабе писарем, а бичка таки поколотил, за что и был справедливо сослан в опорный пункт, где и выясняется, что Данила в милиции служить не хочет, а папа его сгнил в тюрьме. Чуть позже его, мягко говоря, расстроенная мать дает ему совет ехать в Ленинград и искать брата Витю, который наверняка уже стал большим человеком. Даня приезжает в Питер, но брата по адресу не оказывается. Походя Даня спасает от бандитов местного кладбищенского бомжа Гофмана по кличке Немец. Затем наш молчаливый герой знакомится с питерской тусовщицей по имени Кэт. Вскоре Даня находит брата и оказывается, что тот наемный убийца по кличке Татарин. Большим человеком он фактически таки стал. Спорить сложно, ибо киллеры в 90-е уважением пользовались недюжинным. Старший просит младшего о помощи в нелегком деле, ибо за старшим следят люди криминального авторитета Круглого. Он, кстати, разговаривает пословицами и поговорками. Даня помочь соглашается, и начинаются дела бандитские. Впоследствии Багров получает ранение, ознакомится с вагоновожатой Светой, Вячеславом Бутусовым, и убивает огромное количество нехороших людей. По ходу фильма невооруженным глазом становится видно, что Даня про писаря в штабе таки приврал, ибо рукопашкой и стрельбой он владеет на весьма хорошем уровне. В самом конце фильма Даня, несмотря на предательство брата, его щадит и отправляет домой к старой матери в помощь, не забывая при этом упомянуть, что в местном отделении милиции Багровых ждут всегда и с распростертыми объятиями. На работу устройся. Милиция. У них там этот, дядя Коля, начальник. Одноклассник отцовский, помнишь? Вся картина сопровождается музыкой Бутусова, в частности, и Наутилуса в целом. Кто-то однажды сказал про Бодрова, человеку с таким лицом можно поручить роль Эйхмана, и евреи простят ему Холокост. Герой Бодрова обезоруживается средоточенным выражением лица, искренней улыбкой и немногословностью. Тем, что всегда ищет правду, а когда не находит, старается ее самостоятельно привнести в жизнь. Жуткий промозглый Питер, бесконечная разруха и невероятная потребность народа в героя. Для кого-то этот фильм стал руководством к действию, а для кого-то Данила стал символом эпохи и надежности. Он не гонится за модной одеждой. Ему по факту, если вдуматься, не нужны ни лирические, ни дружеские отношения. Он прост и не прост одновременно. Данила – честный бандит. Он несет знамя справедливости и правды, но крушет при этом такое количество людей, что становится страшно. Он шовинист, но любит родину. Он не любит американцев, евреев и горные народы, но стоит ему улыбнуться, и ты ему это прощаешь. Данил в конце фильма едет по заснеженной дороге в Москву, а вместе с ним и мы перебираемся ко второму фильму. Сказать, что дилогия Балабанова стала культом – это не сказать ничего. Фильмы разошлись на цитаты чуть менее, чем полностью, и люди уже порой и вспомнить не могут, откуда в речи их взялась эта цитата и почему она там так плотно засела. Фильм начинается с того, что Даня приходит в останки на спикером на телешоу. Не сложно догадаться, что он перебрался в Москву. «Тишина в студии, 30 секунд эфира». «Извините, а это вы ведьмус обослили?» В этот же момент его, мягко говоря, расстроенная мать дает его брату Виктору совет ехать в Москву и искать Даню, ведь он наверняка уже стал большим человеком. Тем временем Даня знакомится с Салтыковой, да, той самой Ириной, и у них завязывается бурный роман. Тогда же и выясняется, что брат-близнец его боевого товарища трудится на хоккейной Ниве в Чикаго, где его обманывает гнусный американский капиталист и фактически отбирает его кровно заработанные деньги. Второй боевой товарищ, кстати, работает в музее КПСС и каталогизирует архивы. В общем, тут как раз и завертелось, ибо первого боевого товарища убивают люди большого человека, которому он неосторожно сунулся с разговором о братких деньгах. Даня снова недоумевает от житейской несправедливости и начинает вершить правду под хороший саундтрек. Плеер верни. Как раз к этому моменту в Москву приезжает Виктор, и они вместе летят в Штаты для того, чтобы наказать гнусного капиталиста. Виктор летит напрямую в Чикаго, а Багров-младший летит сначала в Нью-Йорк, потому что на него объявлена охота. Там Данила знакомится с дальнобойщиком Беном, спасает русскую лысую проститутку Дашу, ввязывается в черные разборки, крушит офис американца от первого лица, уваливается к нему непосредственно в кабинет, проводит с ним задушевную беседу, отбирает деньги, отдает его брату-близнецу, порядком охреневшему от таких дел. А ему тец крайне симпатичной черненькой ведущей новостей за неимением в Чикаго Салтыковой. Черненькой, в смысле, не брюнеткой. Я не могу пропустить программу. Окей. Я скоро вернусь. В то же время его брат всячески шалит и убивает внушительную часть хохло-американской мафии. И, как показывает нам концовка, остается-таки в Штатах, потому что там деньги, а сила, брат, в деньгах. А в чем сила, брат? А вот в чем. В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром. И тот сильнее, у кого их больше. Даня и лысая Даша обманным путем проникают в самолет и покидают Штаты. И... Мальчик-то не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим. Понял. Резюмируя, Данила явился чем-то чистым и светлым на просторах постсоветского кинематографа. Он не богатырь былинный, не герой фактически. Он простой парень, который с удивительной легкостью крошит людей в капусту. Он участник и герой чеченской войны. Он суров и молчалив, но одновременно вроде как и нежен. Поголовно все женщины постсоветского пространства влюбились в этого типа. Но я не берусь решать для себя, он больше хороший или плохой. Не берусь. Если выбирать между двумя фильмами, мне по душе более первый. Он какой-то более тонкий и на гранях резонирует. Второй получился экшеном, боевиком с зашкаливающим количеством расизма, нацгордости и трэша. Первый он какой-то более искренний, что ли? Настоятельно советую вам смотреть их в связке. Сначала один, потом сразу же другой. Но то, что эти фильмы пройти мимо не должны, это факт. Ну и саундтрек. В первой части это «Наутилус всяческий», во второй отличная подборка рок-песен тех годов. Песен, которые навсегда у нас будут ассоциироваться с тем временем и этим фильмом. Кстати, на прошлой неделе мне в голову пришла мысль снять обзор по братьям. Просто так, сама взяла и пришла. А потом, когда я гуглила, выяснилось, что Бодров погиб 20 сентября 2002 года. Я не специально так подгадывала с выпуском. Так вышло. С вами была Анастасия Медынцева и во имя Кевина Смита. Сережа Бодров, мне очень жаль, что ты погиб. Гуд бай, Америка, где не был никогда. Прощай навсегда. Возьми, банджос, играй мне на прощанье. Мне стали слишком малы Твои тёртые джинсы. Нас так долго учили любить твои несовредные плоды. Гуд бай, Америка, Твои тёртые джинсы. Где я не буду никогда. Услышу и песню, которую запомню навсегда. Возьми, банджос, Держи с iron Tanzids. Мы во имя тёртые джинсы.